Здравствуйте и позвольте разжечь. Вы смотрите Политвестник ТВ. И сегодня мы общаемся с депутатом Государственной Думы Дмитрием Гудковым. Здравствуйте, Дмитрий Геннадьевич. Сразу же первый вопрос. Верите ли вы в возможность мирного отстранения бандитской группировки от власти? Ну, пока я верю. Почему? Потому что, мне кажется, любой какой-то кровавый переход и трансформация России, переход от авторитарного режима к демократии, может закончиться действительно плохо и приведет не к тем целям, которые мы перед собой ставили. То есть это будет не демократизация России, а просто смена одной группировки на другую. Я думаю, что через год-полтора мы увидим уже совершенно другую атмосферу в обществе. А через год-полтора не пересажают ли нас, учитывая эту агрессивность? Могут, конечно. Могут пересажать, но мне кажется, что социология в Москве, она показывает, что репрессии, они дают результат власти с точностью до наоборот. То есть если там кто-то еще считает, что закрытие Навального, Гудковых, посадки, они могут остановить протест, то я думаю, что социология показывает, что это абсолютно бессмысленно, и рейтинг Путина в Москве уже 27%, когда-то было там больше 40%. То же самое происходит с рейтингом «Единой России». И как только результат, там, социология покажет ему процентов 20 или 15, то там произойдет однозначно наверху раскол элит. Но ведь социология у них карманная, и Чуров прекрасная. Нет, 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 это реальная социология. И надо прекрасно понимать, что вся эта система политическая держится на рейтинге одного человека. Как только этот рейтинг упадет, значит, этой политической системы не будет. Я могу сказать, что во власти в том числе есть тоже люди, которые хотят перемен. Среди бизнесменов, богатых людей, очень многие понимают, что бизнес в авторитарном режиме стоит дешевле, чем бизнес в демократической стране. Поэтому я думаю, что, ну, в любом случае, мы будем действовать в рамках закона. Если власть, конечно, перейдет к жестким репрессиям, она просто приблизит свой конец. И надо это прекрасно понимать. И я абсолютно с Борисом Акуниным, да, но псевдоним, неважно, я с ним согласен, со стороны, может быть, и выглядит, что оппозиция проигрывает по всем фронтам. Потому что реформ нет, да, законы Единая Россия принимает, какие хочет, и Путин принимает их и подписывает. Репрессия, то есть такое ощущение со стороны, что оппозиция проигрывает. Но на самом деле надо прекрасно понимать, что борьба идет не, так сказать, борьба идет не за голоса на выборах, которые там могут посчитать так, могут посчитать по-другому. А идет борьба за настроение граждан, за, так сказать, идет борьба за сердца, да, если так можно пафосно выразиться. И я могу сказать, что вот я проехал сейчас тоже по регионам, протест растет и развивается. Пока многие люди, конечно, не понимают, а что будет после Путина, а кто придет, а почему там мы должны верить Гудковым, Навальным, Удальцову, там, Чириковой. Ну да, пока еще отношение к оппозиции может быть не самое лучшее, потому что идет постоянно пропаганда, идет постоянное вранье с экранов телевидения, но мы же тоже на месте не сидим. Мы ездим, мы общаемся с людьми, мы пытаемся разъяснять им, мы, там, и Навальный инициировал свою добрую машину правды, мы будем делать общественное телевидение. Я думаю, что мы рано или поздно все-таки вовлечем миллионы людей хотя бы в эту дискуссию. А когда заработает, наконец-то, общественное телевидение? Да все работает, а, общественное телевидение мы планируем в конце сентября, начало октября. Но это будет не целый канал, это будут отдельные телевизионные проекты, которые будут финансировать граждане. И делать эти проекты будут лучшие журналисты. Ну вот как сейчас Политвестник ТВ финансирует граждане, точно так же будет и по этой же схеме. Да, только мы рассчитываем привлечь больше, так сказать, ресурсов, потому что для того, чтобы был рейтинговый телеканал, на нем должны работать известные журналисты, лучшие продюсеры и так далее, и так далее. Это все стоит очень больших денег. Я думаю, что у Политвестника таких денег вряд ли. Ну, пока что нет, конечно. Но у нас какая задача? Вот когда мы сделаем телевизионную программу, мы ее выкладываем и в хорошем телевизионном качестве, в разных форматах, где-то в интернете. И каждый телеканал, в том числе и ваш, ресурс может скачать и бесплатно у себя разместить. Если хочет, например, РЕН-ТВ Тамбов, условно, разместить нашу телевизионную программу, он бесплатно скачивает и размещает, при одном условии, что в середине программы нет рекламных блоков, вы можете ставить до и после. Хочет телеканал «Дождь» показать наш продукт? Пожалуйста. То есть этот телепроект будет выкладываться в таком формате свободного копирайта. Таким образом мы сможем размещать его не только на одном телеканале, а вообще распространить максимально и в интернете, и в разных СМИ. Понятно. Второй вопрос. Кремль загоняет оппозицию на Болотную площадь, потом сам же обзывает ее болотом и так далее. Может быть, нет смысла этой осенью уже идти навстречу Кремлю и идти на Болотную площадь? И как-то, может быть, настала пора радикализироваться? Это уже 12 июня произошло. Потому что сначала предлагали Болотную площадь, мы отказались, мы пошли на Сахарова. Я не знаю, где мы будем митинговать 15 сентября, но совершенно очевидно, что это будет формат шествия плюс митинг. Обязательно шествие будет. И мне кажется, здесь даже не так важно. Если нам откроют, например, Болотная площадь начинается, где сквер начинается. А вот у Кинотеатра Ударник площадь, я просто не помню, как она называется, мы могли бы взять. Например, мы это обсуждали в оргкомитете. И если, например, нам дадут площадь у Кинотеатра Ударника вместе с Болотной, то, может быть, мы и обсудим такой вариант. Хотя я думаю, что будет какой-то, может быть, третий даже сценарий. Мы пока еще его не обсуждали. Что касается радикализации, но она уже происходит. Она уже происходит. И зависит это уже не от лидеров общественного мнения, не от лидеров протеста. Просто когда власть отвечает на требования, так сказать, дубинками, ОМОНовскими дубинками, репрессиями, обысками, арестами, незаконными задержаниями, то народ, естественно, на все это начинает смотреть совершенно по-другому. Я не исключаю, что завтра могут там, ну не завтра, осенью появиться какие-то партизанские отряды имени Навального, там, Гудкова, Удальцова или там имени Пусть Раят. Вот. Они уже, конечно, будут максимально действовать радикальными методами. Но ведь партизан... И даже если мы скажем им «Остановитесь», никто нас слушать не будет. То есть не от лидеров протеста, не от нас это зависит. Потому что мы, когда приходим на митинг на Болотную площадь, у нас там все равны. Конечно, кого-то больше знают журналисты, кого-то меньше. Но пока нет оргкомитета, пока у нас не прошли праймерис, вот эти выборы. Мы пока не являемся легитимными лидерами протестного движения. Поэтому, когда пройдут выборы, они пройдут 7 октября, когда будет сформирован оргкомитет, тогда мы уже можем говорить от имени всего протестного движения. Вот. Но пока я могу только высказывать свою точку зрения. Но ведь когда... Это моя точка зрения. Когда появится эта партизанщина, то вас мгновенно обвинят в экстремизме. Ну, нас уже обвиняют в экстремизме. Нас обвиняют в экстремизме, нас обвиняют в хищении там... Ну, например, Навального воровстве этого Кировского леса Гудкова уже обвинили в незаконной предпринимательской деятельности. Ну, не знаю, нас обвинят, наверное, в экстремизме. То есть, даже если мы будем добрыми и пушистыми, нас все равно обвинят. А в каком состоянии сейчас так называемое дело Геннадия Гудкова находится? Значит, Единая Россия получила команду в середине сентября проголосовать за лишение мандата. Не прикосновенность, а сразу мандата. За якобы незаконную предпринимательскую деятельность. Без лишения суда. Ну, это на самом деле планировалось достаточно давно. Это будет однозначно нарушением Конституции, но у нас Бастрыкин и вся эта шайка нарушает все законы, какие только можно. Поэтому я думаю, что будет именно таким образом поступит власть. Внесет, вынесет на пленарное заседание этот вопрос, и они все проголосуют. Большинством голосов спокойно лишается мандата Геннадий Гудков. Через некоторое время, я думаю, будет точно такое же слушание по Пономареву. Потом я. Я буду третьим. Когда Навальный обвинил Бастрыкина в незнакомом, так скажем, предпринимательстве, оппозиция аплодировала. А как это сообразуется с делом Геннадия Гудкова? Тут же сразу говорят, что это репрессии и так далее. Как это? Ну, чтобы вы просто понимали. Значит, Следственный комитет отреагировал на обращение уголовника из Болгарии. То есть, человек, которого болгарское правосудие и болгарские правоохранительные органы посадили на 12 лет. Значит, этот человек пишет маляву, извините, других слов нет, в Следственный комитет. Следственный комитет начинает разбирательство. И, по большому счету, мы не знаем ни материалов дела. Мы все узнаем так же, как и вы из пресс. То есть, выходит вот этот товарищ Маркин, который когда-то учился на журфаке МГУ. Я его недавно видел на 60-летие. Я не знаю, что он там делал, потому что журналисты, известно, как относятся, особенно выпускники журфака к Следственному комитету. Вот он выходит и говорит, Гудков занимался незаконной предпринимательской деятельностью. У нас есть там какие-то материалы. Мы передадим их в Государственную Думу и в прокуратуру. И будем ставить вопрос о лишении Гудкова мандата. Дальше, что мы знаем из пресса. Гудков, оказывается, занимался незаконной предпринимательской деятельностью, потому что он владеет акциями разных предприятий и получает с них дивиденды. Значит, по закону остаться депутат. Депутат, когда приходит в Думу, он владеет, например, квартирой какой-то. У него есть собственность, акция, предприятие такая же собственность. Поэтому он имеет право по закону остаться депутата, быть учредителями предприятия и получать дивиденды. Геннадий Гудков с 2001 года ни разу не получил депутатскую зарплату. Он когда баллотировался, он сказал, у меня есть акция, у меня есть доходы, мне от государства вообще ничего не нужно. То есть он не скрывал это? Конечно, а что не скрывал? Публично он делал. С 2001 года, можете проверить, вся депутатская зарплата Геннадия Гудкова в течение 12 лет, 11 лет, она переходит в детский благотворительный фонд. Он ни разу не пользовался машиной, думаю, еще чем-то. Это было его предвыборным обещанием, это не является нарушением закона. То есть депутат имеет право владеть акциями, получая с них дивиденды. Он не имеет права заниматься предпринимательской деятельностью. Что это означает? Он не может быть директором предприятия, он не может подписывать никакие документы, он не может проводить совещания, он не может заниматься конкретно непосредственно бизнесом. Вот он этого не делал. Во-первых, единственное, что нашли, это, по крайней мере, вменяет, это его участие в руководстве вот этим маленьким рыночком в Коломне. Мы сделаем специальный тур для журналистов, я вас приглашаю, чтобы вы посмотрели, что это за рынок строительный. Это такой пятачок, там работает пять человек в Коломне, там есть директор, там есть две уборщицы, там есть два сотрудника. Все, это маленький рынок, который по большому счету даже доходов особо не дает. Ну, вы сами подумайте, депутат Госдумы федеральной, ему делать нечего, приезжать на это предприятие, проводить совещание, подписывать какие-то документы, он этого не делал. Но и у Следственного комитета даже нет материалов, подтверждающих, что он там руководил каким-то бизнесом. То есть, Следственный комитет играет, как всегда, крапленный? Нет, Следственный комитет просто его обвиняет, никаких документов не предоставляет, при этом все то, в чем обвиняет Геннадия Гудкова, можно обвинить половину депутатов Госдумы. Но при этом у них доходы в десятки, в сотни раз больше. А все то, в чем обвиняет Гудкова, все задекларировано и все публикуется каждый год. То есть, для этого не нужно Следственному комитету было проводить расследование, нужно было открыть сайт Государственной Думы и просто посмотреть все эти отчеты. А они все прозрачные, они все открытые. И то, что Гудков там не занимается бизнесом, это, в принципе, все единороссы знают. Дмитрий, все знают, кто бизнесом занимается у нас. Владимир Гудков, брат мой, Мария Гудкова, мама моя, которая из-за этого бизнеса онкологию пережила, слава богу. И наши родственники. Все. Плюс, конечно, группа менеджеров. Нам даже, понимаете, нет времени даже на это. В сегодняшнем ЖЖ вы написали о том, что собираетесь подать в суд на РБК. Что за история? Ну, потому что РБК написало сегодня, что Дмитрий Гудков согласился на предложение Бориса Березовского по финансированию нового проекта общественного телевидения. А вы не согласились? Во-первых, я не знаком с Березовским, раз. Во-вторых, я ничего не знал об этом предложении, два. В-третьих, никто из моих коллег, ни из журналистов у Березовского брать деньги не будет. Это три. И четвертое, РБК это все-таки солидное издание, с которым я сотрудничал, работал. Они мне позвонили и сказали, а как вы будете делать общественное телевидение еще давно? Я им все рассказал. При этом они берут мою цитату и вклеивают в новость про Березовского, который заявил, что он готов финансировать это телевидение. И в итоге, поскольку РБК серьезное издание, эту новость начинают, так сказать, распространять все журналисты. Что Березовский готов финансировать, что оппозиция будет брать деньги у Березовского. Это абсолютно вранье и чушь. Это передергивание фактов. Не передергивание, это просто искажение реальных фактов. Конечно, я посмотрел эту статью, подать сложно на них в суд, то есть нет никаких перспектив. Я очень надеюсь, я призываю руководство РБК хотя бы опубликовать нашу позицию, что мы не будем брать деньги у опальных олигархов, таких людей, как Березовский. Что все, что мы будем делать, это только на деньги граждан. Все будет прозрачно максимально. В противном случае это не будет общественным телевидением. В противном случае это будет какая-нибудь там агитбригада телевидения Болотной площади. Мы хотим сделать нормальный, независимый, объективный телевизионный проект, где будут точки зрения абсолютно разные. Это не будет телевидение Болотной. И вообще это не будет как единый телеканал, этого не нужно. Мы хотим делать телевизионный проект, типа как гражданин поэт, был проект, он получал сотни тысяч просмотров в интернете. Вот у нас будет точно такой же принцип. Мы будем делать отдельную аналитическую программу, отдельный у нас будет какой-то телепроект в жанре политической сатиры. И никаких денег Березовского и не будет. Вообще я об этом нигде не говорил. Я только узнал сегодня из газет. Мне кажется, что это непрофессионально. В общем, это провокация. Мне кажется, журналисты РБК должны, я им даю возможность, как-то это исправить. Потому что я все-таки к изданию отношусь хорошо, к РБК. Может быть, это в пылу эмоций я, конечно, написал про суд. — И последний вопрос. Политическое лето было совсем непростым и нетихим. Чего вы ждете от политической осени? От протестов? В какую сторону будет развиваться протест? — Ну, я уверен, что протест будет социальным в самое ближайшее время. Вот был я в Нижнем Новгороде, там оппозиция организовала добрый лагерь на Оке. И все активисты, все политики, экологи, которые там находились, они призывают оргкомитет, вот этот федеральный, который будет избран, немножко поменять тактику. Все-таки дать возможность протестному движению выдвигать социальные требования. Потому что это здесь, может быть, в Москве, в Питере понятно, чего мы хотим. Мы хотим политической реформы. То есть я общесторонник парламентской республики. Мы должны забрать в рамках Конституции полномочия президента, передать парламенту и из-под контроля чиновников и президента вывести нашу судебную ветвь власть. То есть разделить суд должен быть выборный, парламент независимый. И правительство, мне кажется, ну это моя пока такая точка зрения, но многие разделяют. Правительство должно формировать парламент. А президент у нас должен быть либо, как в Италии, там, ленточки перерезать, Олимпиады открывать, да, либо вообще не должно быть. Либо у нас должна быть такая нормальная цивилизованная парламентская демократия, парламентская республика, где люди голосуют за политические партии, они приходят в парламент, формируют правительство и несут политическую ответственность. А вы будете еще итальянские забастовки устраивать в Госдуме, как пытались вы? Я боюсь, что забастовки уже будут гораздо круче, чем итальянские. Их устраивать будем не только мы, но и вообще и профсоюзы, и многие граждане в нашей стране. Грязет русский бунт? Ну вот мне хочется, чтобы это был не бунт. Даже если это и будет какая-то революция, пусть она будет бархатная, не кровавая, какая-то такая мягкая. Спасибо вам большое. Сегодня в нашей программе был Дмитрий Гудков. Смотрите «Политвестник». Дмитрий Гудков.